всем здравствуйте друзья сегодня у нас небольшое будет видео я хочу снять видео обзор на пряжу китайского производства называется она альпака вельвет кто следит за моим каналом давно на моем канале все знают что я продаю пряжу что у меня есть интернет-магазин который называется территория вязание с недавних пор я свой канал тоже переименовала ну вернее первое имя моей фамилии остались дальше у меня раньше был канал вяжем вместе теперь он называется оксана гуликова территория вязания как бы логично да сегодня хочу сделать видео обзор вот на эту пряжу потому что нам не смотрите на мне джемпер готовые изделия которые я сейчас тоже вам продемонстрирую ставлю вам сюда ролик очень короткий а итак друзья вы посмотрели на мне джемпер связан вот так из такого цвета это номер цвета 31 сейчас этого оттеночка нет в наличии есть более светлый оттенок забыла какой номер цвета по моему 24 ну в общем если вы пройдете на сайт магазина то вы увидите что есть в наличии пряжа у нас состав пряжи состав пряжи у нас 40 процентов альпака 20 процентов хлопок и 40 процентов нейлон пряжа не колючая мягкая пушистая вот здесь видно ворсик пряжа немножко отличается друг от друга есть пряжа у которой меланжевый эффект это вот такие артикулы вся эта пряжа шнурочек здесь например шнурочек сам по себе цветной как бы здесь получается эффект вида когда смотрите на изделие как будто связаны из твидовой пряжи и в нее набит уже ворсик который совсем совсем не колючий не капельки набит ворсик вот такая пряжа свое изделие я вязала на спицах номер четыре с половиной и вот смотрите друзья вот эта пряжа которая с эффектом твида вообще у этой пряжи метраж 150 метров на 50 граммов и я вязала на спицах номер четыре с половиной вот это пряжа немножечко меньше объемом чем пряжа с эффектом меланжа сейчас я дальше вам расскажу оба пряжи которая с эффектом меланжа она чуть пышнее у нее длиннее ворс вот и в общем-то спицы подошли идеально к моему изделию но если у вас слишком рыхлое вязание то я бы рекомендовала вязать ее на спицах номер четыре расход на изделие которое вы недавно увидели на мне составил 270 граммов размер у меня 54-56 ну то есть я вязала на данный момент у меня окружность обхват груди у меня 116 но когда я начинала вязать было 120 то есть я вязала на 120 и так и получилось в общем где-то у меня сейчас свобода облегания примерно по по 67 сантиметров с каждой стороны то есть такой оверсайзик и так перейдем вот к этой пряжи я связала образцы это все тоже самое у нас альпака вельвет здесь у меня номер 0 7 есть наличие это у нас 0 1 цвет сейчас выпас я вам покажу как вот этот моточек преображается в полотне вроде бы знаете такой не очень я бы тоже вот когда знаете увидел этот цвет я когда его выбирала на картинке и в общем-то заказывала мне казалось он совсем по-другому смотрится но дальше сейчас покажу его в образце и вот такой вот есть серий серый меланж это номер цвета не пойму какой в общем напишу девочки на экране здесь очень плохо видно но я не помню какой 0 7 это не номер цвета по моему это 0 5 до но я напишу на экране чтобы точно быть и так я связала три образца все образцы связаны на спицах номер пять с половиной я думаю что это идеальный номер спиц именно вот для этой можно на пятерочки даже можно на пятерки но я попробовала на пять с половиной смотрите отлично это пряжа более объемный метраж у нее такой же но здесь более длинный и пушистый вот такой ворс и она еще мягче чем например пряжа с эффектом твида сейчас не очень большой ассортимент в интернет магазине но я думаю что скоро он пополнится правда не знаю какая будет цена и вот посмотрите вот этот ноль первый цвет в матке он смотрится как бы не очень какой-то непонятный он смотрите как он раскрывается в образце он становится такими серо-бежевыми пятнышками очень очень приятный оттенок будет очень нарядный джемпер или кофточка и вот еще я связала образец из серого меланжа тоже все я использовала спицы номер пять с половиной очень мне понравилось вот это вот эти моточки с эффекта меланжи я даже для себя выбрала вот этот думаю что когда я закончу свой процесс из хлопок травки то возможно свяжу себе вот такой джемпер тоже регланом сверху будет очень очень красивый и нарядный в общем какие минусы у этой пряжи единственный минус она не держит резинку но например вот здесь на рукаве да я использовала такой метод что прям рассчитала петли практически впритык по своему запястью и я сделала плотно чтобы она не облегает но не утягивает резиночка но она лежит у меня на запястье ровненько никуда не не спадает и в общем то нормально все меня устраивает да вот так это у меня веревочка рука болит у меня поэтому шерстяная веревка вот такой рукав получился фонариком я здесь прям вдвойне уменьшила петли и провязала резинку а вот здесь смотрите здесь как бы тоже да видно что вверху шире чем внизу здесь я использовала спицы номер три ну и само собой резинка конечно же меньше ну путем уменьшения номера спиц можно вот так вот таким эффектом добиваться ну как бы резинку она не держит но она объемом совсем становится гораздо меньше то есть рукава там горловину низ резинки пожалуйста уменьшайте спицы прям смело на два два с половиной даже три размера то есть у вас будет сама здесь петельки сами по себе меньше и получится что резиночка станет уже вот такое сегодня получилось у меня небольшое не длинное короткое видео приглашаю всех в свой интернет магазин пряжа есть наличие и надеюсь что в августе мы получим большой 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 ассортимент этой пряжи и будем вязать себе пушистики такую одежду можно уже носить осенью у нас сейчас уже практически август на дворе и уже пора готовиться к осенним прохладным прохладным дням и также ее можно будет носить под верхнюю одежду не знаю по поводу как закатывание она но я думаю здесь не будет таких вот катышек как у дешевого акрила если они будут то крупные которые легко снимаются и пожалуйста можно носить изделие дальше снял крупные катышки все опять красиво модно и шикарно ну все друзья до новых встреч всем пока